доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и сегодня я хотел бы поговорить с вами о очень хорошей очень качественной очень интересной очень перспективной для нас для нашей лаборатории методики которая называется простые аналогии я поясню все вот эти эпитеты которые я сейчас перечислил в процессе создания вот этого самого видео особый упор я хотел бы сделать на слово перспективный перспективная методика настоящий момент на ваших экранах вы можете видеть процедуру проведения описание процедуры проведения методики простые аналогии для проведения опыта нужны бланки с напечатанным текстом задания смотри стимульный материал он присутствует у нас и его сейчас вам покажу эксперимент можно проводить с больными имеющими образование не менее семи классов инструкция дается форме совместного решения первых трех задач вот посмотрите говорят больному здесь написано два слова сверху лошадь внизу жеребенок какая между ними связь жеребенок детенок детеныш лошади а здесь справа тоже сверху одно слово корова а внизу пять слов на выбор из них нужно выбрать только одно слово которое также будет относиться к слову корова как же ребенок к лошади то есть чтобы она обозначала детеныша коровы это будет теленок значит нужно раньше установить как связаны между собой слова написанные слева вот здесь и показывается испытуемому пациенту а затем установить такую же связь справа ну давайте посмотрим как это выглядит на практике откроем этот самый пример жеребенком и лошадью и так жеребенок так относится к лошади как теленок корове лошадь жеребенок жеребенок детеныш лошади а теленок детеныш коровы соответственно не пазбище не рога не молоко не бык не относятся так как жеребенок относится к лошади а лишь только теленок относится к корове также как жеребенок лошади вот такие вот у нас простые аналогии давайте посмотрим дальше инструкция вот она выделенной непосредственно испытуемому в принципе эту инструкцию можно прямо не просто дать из пациенту отдать ему ее прочитать чтобы ему было это очень понятно в принципе это не возбраняется протокол исследование методики простых аналогий номер задания предположим первый ответ испытуемого и его пояснение это качественная патопсихологическая методика в принципе без нее не может проходить ни одно исследование по хорошему если его проводить качественно со всей ответственностью не может обойтись ни одно исследование любых лиц значит работающих в каких-то сложных условиях на опасных участках то есть тех людей которые действительно могут в силу какого-то так скажем будем говорить мягко не выражаясь мягко недостаточности своего интеллектуального развития совершить какие-то несанкционированные действия чп и так далее и тому подобные вещи то есть методика направлена на исследование качество мыслительной деятельности способности человека оперировать понятиями именно смысле их понятийной формы этих понятий жеребенок так относится к лошади как теленок корове то есть человек должен уметь грамотный человек работающий я не знаю там на атомном предприятии в авиационной какой-то области он должен обладать определенным качеством мыслительного мыслительной деятельности достаточно высоким чтобы иметь возможность устанавливать между предметами какие-то аналитико синтетические сложные обобщенные мыслительные взаимосвязи и ассоциативные связи и так далее значит толстый тон толстый так относится к тонкому как красивый жирный грязный урод веселый что к нему относится к безобразному тонкий противоположный толстому безобразный противоположный красивому соответственно в данном случае необходимо выбрать слово красивый понятно задание аналогии давайте продолжим и перейдем непосредственно к интерпретации методики выполнение этого задания требует понимания логических связей и отношений между понятиями ну собственно то о чем я пытался вам вот сейчас сказать а также умение устойчиво сохранять заданный способ рассуждений при решении длинного ряда разнообразных задач опять упоминается о том что методика возможно ее проведение только при условии образования 7 классов у испытуемого опять приводится та же самая инструкция приводится пример выполнение методики приводится приводится значит форма протокола и соответственно тоже один из примеров приводится ухо слышит зубы жуют понятно да различные больные дают различные способы решения значит давайте прочитаем более подробно часто бывает так что больной решает 3-4 задачи таким бездумным неправильным способом а затем без всякого напоминания со стороны экспериментатора возвращается к правильному способу решения такая неустойчивость процесса мышления соскальзывания суждений на путь случайных облегченных ненаправленных ассоциативных связей наблюдается при утомляемости больных при хрупкости процессов мышления как органического так и шизофренического генеза обратите внимание да то есть человек может по слабому признаку методика позволяет это оценить с не меньшей долей эффективности нежели методика исключения предметов классификации и ряд других методик она позволяет выявить органические нарушения и шизотипические нарушения предположим по какому-либо слабому признаку больной может выделить я не знаю лечить или рот допустим и связать как то связь установить с зубами то есть выделить какой-то слабый латентный признак предметов не проводя аналогии методика называется простые аналогии как ухо слышит или ухо слышать зубы жуют он может по слабому признаку это все выявить сказать там щетка зубы рот зубы лечить зубы видеть даже зубы и обосновать это какими-то ну очень достаточно странными слабыми признаками предметов существует однако некоторые отличия между особенностями решения больных при органической слабости больные мгновенно спохватываются исправляют свои ошибки как только замечают что экспериментатор недоволен их ответами сам экспериментатор может напомнив инструкцию настойчиво потребовав от больного внимательной работы и несколько задев при этом его самолюбие добиться от больного органика с травматическим сосудистым или легким интоксикационным процессом безошибочного выполнения продолжения работы между тем ошибки больного в шизофрении обусловлены слабостью побуждений рыхлостью ненаправленностью ассоциаций поэтому со скальзыванием мысли больного обычно не поддаются коррекции от них часто не удается добиться безупречных решений даже при повторном решении тех же задач различия между органиками и шизофрениками в интерпретации помимо такой хрупкости неустойчивости непоследовательности решений больные шизофрении обнаруживают при выполнении этого задания более выраженную расплывчатость обилие слов которым им приходится оперировать вызывает у них множество ассоциаций больные начинают связывать между собой слова одних задач со словами других задач и совершенно теряются в возникшей мишенине связей то есть они грубо говоря не могут оттормозить прошлый опыт давайте я попробую это продемонстрировать у меня наверное не получится сделать это как у подлинного шизофреника ну попробую симитировать то есть другими словами выполняя предположим задание под цифрой 3 он вдруг неожиданно на слово пух не оттормозив предыдущий свой опыт логических каких-то суждений может выполнить задание под цифрой 3 по принципу задание под цифрой 2 или под цифрой 1 и так далее я думаю что тут вариантов существует очень множество большое количество неизвестно как себя выдаст продаст выявит больной шизофренией в этом задании в этом его фишка в этом его прелесть этого задания мало структурированный материал и в то же время структурированный с позиции методологии методики оценки расстройств он позволяет очень четко дифференцировать людей на больных здоровых органиков шизофреников и так далее что очень важно в любой деятельности там производственной атомной авиационной какой-то там охранной деятельности юридической деятельности и так далее и тому подобных сферах жизнедеятельности человека методикой можно пользоваться для повторных проб если разделить этот набор на 2 или 3 части давайте я вам покажу полный стимульный материал вот это у нас первый вариант методики классический вариант методики он состоит из 31 стимула кроме того у нас существует это очень много 31 стимул в принципе вполне достаточно там 10 15 стимулов чтобы определиться есть что-то у человека или нет и причем методика должна применяться в сочетании с какими-то другими стимулами я не думаю что ее необходимо применять одно из первых начинать надо с исключения предметов классификации и потом если возникает такая потребность и необходимость можно взять простые аналогии существуют сложные аналогии о них мы тоже с вами еще поговорим вот следующий вариант если первый вариант 31 31 стимул то здесь их 23 стимула здесь 31 там 23 и существует еще инвентивный вариант методики вот так вот он выглядит то есть всего мы предлагаем три варианта методики простые аналогии инвентивная форма инструкция придумайте для каждой строки четвертое слово которое так должно быть связано по смыслу с третьим как второе с первым ну все очень просто и понятно день обед вечер ужин тут вот пример тоже да вот я привел день обед соответственно здоровый человек сюда должен вписать вечер ужин здесь например лампа свет печка тепло да печка тепло инструмент работы работа кукла игра охотник ружье рыбак удочка вот такой вот инвентивный вариант методики тоже имеющий право на существование ну вот пожалуй наверное все о чем я хотел поговорить по поводу методики простых аналогий я уверен что у вас возникнут какие то вопросы смело их задавайте под нашим видео на нашем форуме я попытаюсь прокомментировать пояснить что вам будет непонятно благодарю вас за внимание и удачи вам и удачи вам